АПЛОДИСМЕНТЫ 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 западной философии, и они бы очень хотели иметь какое-то академическое исследование, в котором бы делались ответственные заявления, а не просто рассуждения wishful thinking мыслителей New Age. Он к этому добавил, что если он, допустим, будет ссылаться на 3TFK и на такого рода людей, то его сочтут сумасшедшим. То есть потерять лицо, потерять, так сказать, репутацию можно очень легко, если ссылаться вот на такие непроверенные источники. И я поняла, что это запрос, и с тех пор я, в общем, над этим работаю. В этом году я получила грант от Гонконгского фонда, который позволил мне наконец-то заняться этой работой вплотную. Ну, до этого я просто публиковала отдельные статьи. Заняться этой работой вплотную, взять отпуск и поехать туда, где мне нужно работать. Вот. И таким образом я оказалась в Индии, я была 3 месяца, и я продолжила работу с пандитами, вернее, с одним пандитом. И вот этот тип работы я уже практиковала раньше, именно в связи с этим проектом исследования восприятия. Вот. Я практиковала, но, к сожалению, мучитель умер. И с тех пор ситуация резко изменилась. В России возникла вот вся эта наукометрия и возможности куда-то поехать и где-то работать практически исчезли. Вот. А сама деятельность вот эта, которой я занималась, перевод текстов, историко-философская реконструкция, введение в оборот научный, перестала считаться научной работой, как вы все знаете. Вот. И, соответственно, чтобы этим заниматься, нужно было прекратить писать статьи для журналов, так сказать, высокорейтинговых. А чтобы это прекратить, надо было отказаться от зарплаты, потому что зарплата наша, как вы знаете, состоит, в общем, из этого. И это позволил грант. Вот. Поэтому наступил такой критический момент, когда я хочу сразу, наконец, завершить этот проект, сделать антологию текстов, ну не просто антологию, там будут пояснения, подробные историко-философские комментарии к каждому тексту, будет много статей. Возможно, я включу туда свои энциклопедические статьи для полноты. Вот такой вот проект. И в связи с этим я пересмотрела все мои прежние переводы. Вот в связи с новой работой, которую я провела совместно с моим пандитом, профессором Пунтского университета Прадипом Гокля, эта работа была чрезвычайно плодотворной, я пересмотрела многие мои прежние переводы, и в частности я пересмотрела свой собственный перевод Вимшики, и теперь я интерпретирую его совершенно иначе. Вот. И как иначе? Вот как иначе я сейчас об этом расскажу. Дело в том, что я последнее время очень интересуюсь исследованиями когнитивных ученых, исследованиями в частности восприятия. Вот. И есть такие вещи, которые вот так накапливаются, накапливаются, потом наступает момент, вот как дан какой-то сигнал, который вдруг как бы своей вспышкой освещает всю территорию, и ты начинаешь понимать, что про что это. Вот про что это. Само название, само определение «Великая галлюцинация» — это уже моё. А изначально я столкнулась с определением «Великая иллюзия мира» или «Великая иллюзия сознания». Я столкнулась с этим определением в статье когнитивного психолога, которая таким образом подвела итог исследования восприятия экспериментов, которые она проводила. Вот. «Великая иллюзия». То есть восприятие не отражает мир, а восприятие мир конструирует. Вот. А то, что это, так сказать, конструкция того, чего нет на самом деле, вот это доказано очень многими экспериментами. Вы, наверное, читали про эксперименты, когда людям предлагается наблюдать за каким-то объектом, вот, и этот объект как-то эволюционирует, там как бы разные кадры им даются, а между тем там возникает совершенно другой объект. Появляется человек обезьянный, махает руками, но его никто не видит, потому что они, все наблюдатели сосредоточены, им дана задача, они наблюдают за другим объектом, а этот объект самый яркий, самый впечатляющий, его никто не видит. Вот, это один из экспериментов, сейчас сотни, они очень интересные. То есть современная наука и современная когнитивная философия на вопрос «можем ли мы доверять своим чувствам?» отвечает «нет», уже не только, так сказать, чисто теоретически, потому что мы как философы знаем, что восприятие мира субъективно, но также еще и как бы практически научно, уже это доказано. Вот, почему я заменила иллюзию на галлюцинацию? Вот, мне кажется, что текст Ваше Банху Виншака это как раз про то, что мы мир конструируем, а не воспринимаем какие-то реально существующие объекты. Но моделью, которая используется в Осубанах, служит скорее галлюцинация, чем иллюзия. Я объясню разницу. На эту разницу мне указал мой профессор против Гокли. Разница в том, что иллюзия всегда опирается на какой-то объект, который мы неправильно воспринимаем. Например, карандаш преломленный в воде, дальше множество индийских примеров иллюзий, змея в веревке, серебро в раковине и так далее. То есть есть какой-то реальный субстрат, которому мы предицируем, ложно предицируем, ошибочно предицируем какую-то характеристику, которая на самом деле к нему не имеет отношения. Вот. Это примеры иллюзий. Есть примеры оптических иллюзий, возникающих в результате тимиры и глазных болезней, и разных других изъянов чувственных способностей, чувственных органов. Но эти все иллюзии, они тоже основаны на каком-то реальном объекте. Тогда как галлюцинации не имеют под собой никакого реального объекта. и то, на что ссылается в Освобанку, а он ссылается на мушек перед глазами, на пучки волос на ладони, это как раз абсолютно несуществующие объекты. Поэтому здесь больше работает модель галлюцинации, чем модель иллюзии. Что собственно говорит в Освобанку в этом своем трактате. Он говорит, что мы, наш опыт имеет дело мы в своем опыте, потому что с моей точки зрения буддисты не делают антологических утверждений. То есть они не говорят о мире, как он есть сам по себе вне нас, не конструируют это вне зависимости, так сказать, от положения субъекта. Вот. Наш опыт открывает нам не реальные, не объекты, которые существуют вне сознания, а объекты, с которыми имеет дело наше сознание. Вот собственно основной тезис. Поскольку Вимшака это сочинение полемическое, то его основная цель этого сочинения и в Освобанку это полемика с реалистами, с теми буддистскими школами, и не только буддистскими, которые утверждают, что наше сознание, наше познание отражает реальные объекты, привратно, непривратно, но оно имеет дело с какими-то реально существующими объектами вне сознания. Вот надо правильно сформулировать тональность, надо правильно сформулировать статус этих утверждений. И это вопрос, ключевой вопрос интерпретации текста. Большинство эндологов считают, что это антологическое утверждение, что утверждение в Освобанку о том, что вежняпти матра это и есть то, что есть, они это трактуют как антологическое утверждение о том, что есть только сознание. и больше ничего. Вот это как бы тезис идеализма. Мне же представляется, что речь не об этом. И эти утверждения, эти высказывания имеют совершенно другую направленность. Что именно я имею в виду? речь идёт не о том, чтобы доказать несуществование объектов вне сознания, а речь идёт о том, чтобы опровергнуть аргументы реалистов о существовании объектов. И тезис, который это опровергает, это тезис, который опять-таки не состоит в утверждении, что вот объектов нет. Он состоит только в утверждении о том, что объекты недоказуемы. Объекты недоказуемы. И вот в основном таком критическом ядре против существования объектов, это примерно с 11-й карики до 15-й, вывод из этого рассуждения большого, где он опровергает теорию атомов разных школ, состоит в том, не в том, что атом не существует на асте, а в том, что атом не доказан на асте взятия, он недоказуем с логической точки зрения. Вот. Вот с этой точки зрения я перевожу ключевой термин этого трактата — «Вижняпти матра», «Вижняпти», ну, собственно, «Вижняпти». И здесь очень важно учитывать философскую рефлексию, грамматическую философскую рефлексию. Здесь имеет значение форма этого слова, которое происходит от глагола «джня» в каузативе. В каузативе. То есть это не просто познание, а это каузативная форма, она означает заставить, побудить, узнать, открыть, сделать что-то известное. И отсюда такие словарные значения, как информация, прошение, отчет, сообщение, уведомление, нотификация. Вот эти переводы «Вижняпти» существуют в разных словарях. Изначально это термин школы Вайбхашика, где он встречается в сочетаниях каеви «Вижняпти», то есть сообщенное, выраженное через тело, телесные движения, жесты, вач Вижняпти, сообщенное, выраженное через речь. И в целом, как мне представляется, Вижняпти указывает на способность сознания проявлять себя. Сознание не просто есть, не просто присутствует, даже ничего не делая, как Атман в Адвайте. Я, кстати, совершаю поклон в сторону Андрея Силовича, который об этом упомянул. Сознание в буддизме, как вообще всё в буддизме, если существует, то значит действует. То есть сознание подаёт сигналы, подаёт сигналы, которые им же регистрируются. поэтому это очень важный момент для понимания буддизма. Значение существовать в сансаре это выполнять функцию, а не просто присутствовать. Присутствие без функции равносильно отсутствует. То, что Вижняпти в Айбхашике передаёт чувственно воспринимаемые сигналы также вытекает из термина Вижняпти. И из термина Айвижняпти, который посылает сигналы, есть сигналы, но они ненаблюдаемы, потому как они не выражены ни через слово, ни через тело. Есть термин образованные от глагола в Каузатире, есть другой термин Праджняпти, который в отличие от Вижняпти означает только выраженное словесно. То есть это вербальное конвенциональное обозначение, концепция, и в переводе оно выглядит существует номинально в противовес реальным. Вижняпти противоположность дровеса. Васубандру, теперь мы обращаемся к Васубандру, он употребляет термин Вижняпти в значении, которое связано с учением Ягачары. В первой карике он объявляет слова Чита, Манас, Вижняна и Вижняпти синонимами. И именно этим объясняется очень распространенный и превалирующий в эндологии перевод Вижняпти как сознание. В этом переводе Вижняпти просто приравнивается к Чите. Однако, когда индийский философ провозглашает что-то синонимами, какие-то термины называют синонимами, это не следует понимать буквально. Это отнюдь не значит, что эти же философы не проделывали работу по определению значения каждого из этих терминов. И вот этот аспект, каузативный аспект, о котором я говорила, он тоже часто учитывается в переводах. Поэтому мы найдем такие переводы, как феномен сознания, манифестация, идеация, репрезентация. Я, кстати, в своем первом переводе переводила Вижняпти как репрезентация, и здесь подчеркивается понимание сознания как некой активной саморегистрирующейся способности. соглашусь с мнением Шмидтхаузена в том, что термин Вижняпти выражает определенную функцию Вижняны. Значит, что такое Вижняпти, если мы проанализируем с грамматической точки зрения, с морфологической точки зрения? Префикс Ви подчеркивает прежде всего способность сознания дифференцировать, различать, и фактически это способность распознавать по какому чувственному каналу из пяти регистрируется сенсорная информация. Я перевожу Вижняпти Вижняну как распознавание, учитывая это значение. Не случайно мы имеем шесть форм распознавания, и их очень легко объяснить, как распознавание разной формы чувственных объектов или квалия, чувственных объектов, чувственных качеств соответствующими чувственными способностями, цвета, формы, соответственно, зрительное распознавание, ну и так далее. Не случайно Шербатский переводил Вижняну как ощущение, а не как сознание. У нас принято переводить все эти термины Вижняна, разные формы Вижняны как сознание, с чем я не согласна. Вот. Значит, что в результате у меня получается? В результате получается, что Вижняпти Матра, только Вижняпти или чисто Вижняпти, оно маркирует активное действие сознания, проявляющее себя через дифференцирование. То есть через разные проекции сознания. Я перевожу термин Вижняпти вот сейчас как проекции сознания. Либо дифференцирующая проекция сознания, либо просто проекция сознания. То есть Вижняпти это не то, что мы узнаем благодаря Вижняне, а то, что Вижняна сама нам сообщает посылая дифференцированные сигналы в специализированную информацию. Это её Вижняны форма активности, её функция, данная нам в опыте. В соответствии с этой интерпретацией я разбиваю содержание Вимшики на топики дискуссий. То есть здесь как полемический текст разбивается на правопаршу. Фрагменты, каждый из этих фрагментов, которые я обозначу как топики дискуссий, они начинаются всегда с правопарши, с мнения оппонента, затем следует дискуссия и, наконец, Сиданто вывод, вывод по Субанку. Вот. Первый топик это собственно опровержение реалистической критики тезиса в Субанку о том, что всё, весь наш опыт сорван в трёх мирах трайдхатукан есть лишь проекция сознания, да, вечня оптиматра. Зачитываю эту первую парику, это поистине эва и дам есть лишь проекция сознания, поскольку происходит манифестация в Абхасана несуществующих объектов наподобие видения несуществующих пучка волос, мушек и так далее у человека поражённого глазной болезнью. Вот. В ответ на это реалист выдвигает три критических аргумента. Если в отсутствие внешнего объекта, я зачитываю свой тревод, видит светоформы и тому подобное, проекция светоформы и тому подобное возникает не из светоформы, то почему она возникает в определённом месте, а не повсеместно, почему она возникает в данном месте в определённое время, а не всё время, и почему она возникает во всех индивидуальных сериях. Так, буддисты обозначают индивида. Индивид есть лишь серия чередования разных состояний сознания. Во всех индивидуальных сериях, которые находятся в данном месте, в данное время, а не только в определённых индивидуальных сетях. Это третий аргумент. И четвёртый аргумент реалиста, четвёртый вопрос, почему волосы, мушки и тому подобное, которые видят люди, поражённые этим миром, не функционируют как волосы и так далее, в то время как другие реальные волосы функционируют, пища, напитки, одежда, трава, оружие, которые можно видеть во сне, не функционируют как еда и тому подобное, в то время как реальные пищи функционируют. Это вот такой любимый вопрос буддистов про функционирование. Потому что если вы хотите доказать, что что-то существует, нужно показать, как это функционирует. Значит, что? В чём заключается критика реалиста? В том, что объекты сновидения, про которые говорит Васубангу, не локализованы в пространстве. Первое. Второе. Не локализованы во времени. Третье. Отличаются от реальных объектов тем, что не вызывают разделённый опыт, интерсубъективный опыт, то есть не могут одновременно восприниматься многими людьми. И четвёртое. Не функционируют как реальные объекты. И здесь, в этой части Вимшики, Васубангу все эти аргументы опровергает. Он говорит, что во сне мы, видимо, события происходят в определённом месте, а не повсеместно, в определённое время, а не всегда. Что же касается третьего аргумента, то вот этот разделённый опыт по отношению к одному и тому же объекту Васубангу объясняет очень интересно. Он объясняет это с синхронностью однотипных карм, карм, кармических плодов. Что это такое, поясняется на известной буддийской метафоре, на известном буддийском примере, о том, что боги видят, там, где боги видят драгоценные, мерцание драгоценных камней, люди видят реки, преды видят реки Гноя. То есть объект познания формируется, как бы мы сейчас сказали, с совокупностью кармических факторов. Я бы это назвала такой своеобразной когнитивной картой, когда играют роль определённые потенциальные, потенциальная сторона сознания, объект, которая фактически, как я объясню дальше, детерминирует наш опыт и играет роль конкретной ситуации. Так вот, то, что люди могут воспринимать один и тот же объект, таким же образом объясняется. Вот мы с вами сейчас все собрались, вы слушаете меня, вы думаете, почему? Вот я вам отвечу, наши кармы синхронизировались, вот наши кармы нас привели к этому моменту, вот с точки зрения васубанка. И четвёртый аргумент, очень тоже любопытный ответ, даёт васубанку на то, что всё-таки объекты во сне не нуждаются в каком-то реальном опыте, в реальном функционировании. И здесь васубанку, как вы, наверное, догадываетесь, ссылается на ночные полюции, которые происходят с некоторыми представителями лучшего поварения человечества даже без актуального полового акта. То есть для того, чтобы произошла функция, не обязательно иметь реальный повод для этого. Вот. В общем, таким образом васубанку опровергает критику реалиста. Дальше идут сюжеты, которые тоже как бы я могу прокомментировать, но лучше я остановлюсь на более важных. Например, оппонент говорит васубанку, вот вы нам всё толкуете про то, что внешних объектов нет, а ведь Будда учил о существовании внешних аятан, о существовании внешних объектов. Вот. И здесь возникает проблема статуса слова Будды. И как вы догадываетесь, васубанку, как человек уже искушённый в экзигезе, он трактует слова Будды не как, так сказать, эти слова Будды, истину в последней инстанции, а как некий педагогический приём. Вот. И он говорит, что да, Будда это говорил, но он говорил, имея в виду определённую аудиторию. Мы уже знаем с вами принципы Пайка-Ушали, мы знаем, что в буддизме главное это для кого, то есть кому предназначен тот или иной текст. Так вот, Будда говорил, естественно, для шравоков и обучающихся, или для тех, кто как бы не нуждается в обучениях, но всё равно, как он ему веду, конечно же, протека Будды и Архатов. Вот. Будда говорил, не политически корректно выражаясь, для хиноянистов, последователей хинояна. Вот. А что касается вот реального значения слова Будды, то это совсем другое. Так почему Будда говорил о существовании вот этих внешних объектов? Потому что он имел в виду показать бессамостность народня, бессамостность индивида, Будда на Атме. Но на самом деле он же думал иначе. Он предполагал, что самое важное это не бессамостность индивида, а бессамостность дхарм. Но чтобы его не поняли превратно, по Субандлу уточняет, он имел в виду не отрицание дхарм, вот как некоторые их отрицают, да, мадьямаки, да, а отсутствие у них сконструированной самости атмана, свабгавы. Вот здесь в этом тексте, это опять-таки к нашей вчерашней или позавчерашней дискуссии, свабгава и атман синонимы. Но имеется в виду собственная природа дхарм. Так вот, Будда с самого начала говорил, что собственная природа дхарм это тоже, так сказать, вещь, которая очень важна, но она открыта лишь Буддом, лишь просветлённым. И в самом конце он это повторяет, в самом конце трактата. Каков же механизм работы сознания? Вот оппонент интересуется, что же тогда происходит, если нет вот этих внешних аэтан? Что тогда происходит? Вот. И тут Васубангу объясняет, что происходит с сознанием. Это очень интересная вещь, потому что здесь опять-таки масса параллелей с какими-то современными теориями. вот. Значит, что делает Васубангу? На место реальных объектов, на место реальных объектов он ставит аламбану, то есть предметы сознания. На место чувственных способностей он ставит некие потенции биджа, потенции, которые в свёрнутом виде содержат в себе чувственные способности. Вот. И совершив эти две замены, он объясняет всё следующим образом. мы должны учесть, что сознание существует в двух формах. В актуальной форме и в потенциальной. Кармический механизм предполагает с необходимостью существования потенциальной формы, потому что иначе невозможно объяснить, каким образом какие-то поступки приводят к своим результатам не сразу, а, так сказать, постепенно, иногда через целое рождение. Так вот, для этого была придумана введена концепция созревания кармы. А раз есть созревание, у нас уже есть вот эта метафора биологическая, плод, росток, созревание, раз есть созревание, то должна быть вот какая-то скрытая часть, неосознаваемая часть сознания. Вот, потому что мы не владеем информацией о том, что находится вот там, в этой потенциальной сфере. Получается так, наше сознание скрыто от нас. Вот, и это естественно, мы знаем, что мы не знаем многого о том, что с нами происходит и внутри нас происходит. Вот, и эти механизмы от нас скрыты, поэтому мы основываем как бы свою жизнь, актуальную жизнь, вот то, что называется собственно, пробрити, функционирование познания на том, что нам актуальное сознание поставляет. Вот, и мы не понимаем, чем это обусловлено. Мы не понимаем, мы не понимаем, мы не осознаем тех, собственно говоря, тех программ, тех когнитивных механизмов, которые категоризируют наше восприятие. мы воспринимаем вещи такими, какими их для нас препарирует вот эта вся система, включающая в себя биджа, это собственно какие-то установки, включающая в себя васана, отпечатки привычек, включающие санскары и так далее. Вот, и это очень похоже на ну, на то, что мы знаем из сегодняшних достижений нейронауки о когнитивных картах восприятия, о собственно о том, как вот эти когнитивные карты обусловливают наше восприятие мира. Я не сказала еще об одной очень важной вещи, вот, но я становлюсь, соблюдая регламент, поэтому если мне удастся вставить важное в какой-нибудь ответ на какой-нибудь вопрос, то я буду рада. Огромное спасибо, во-первых, за такой интересный доклад, просто следила за таив дыхание, вопросов очень много, я плохо знаю, конечно же, теорию познания и сознания в буддизме, вообще в принципе это невероятно сложная тема, если не самая сложная тема. Вот у меня возникла не то, что вопрос, скорее комментария вопроса, вот первое, что это карандаш в воде и змея в веревке, мне кажется, что это разные все-таки механизмы по сути, по тому, как они формируются и оба относить к иллюзии, вот я не знаю, карандаш в воде это точно иллюзия, это то, как наши глаза работают, а змея в веревке, и сколько мы не будем фокусироваться, там сосредотачиваться, а карандаш в воде он будет выглядеть одинаково, а вот змея в веревке, если сфокусироваться и сосредоточиться, то в конце концов веревка окажется веревкой, а не змеей, или змея окажется змеей, а не веревкой. Там какая-то, мне кажется, серая зона есть, переходная между иллюзией галлюцинации, такой огромный спектр всяких разных явлений. Ну, я вам сейчас отвечу. Значит, я просто не ставила себе задачу. На самом деле существует целая, как бы, отрасль в индийской философии, которая называется Кьяти-Вада, и которая занимается всякого рода вот такими... Мы их можем называть иллюзиями, есть оптические иллюзии, это то, когда вещи выглядят не так, как о войне на самом деле. Мы их воспринимаем не так, как о войне на самом деле. Специального термина для галлюцинаций в этом репертуаре Кьяти-Вада, там очень много разных учений, специального термина, который бы соответствовал галлюцинациям, я не нашла. Но дело не в этом. Иллюстрирует это сном. Он иллюстрирует свой тезис восприятием во сне. Вот. А восприятие во сне для него, вот как я вам говорила, это восприятие несуществующих объектов. И, собственно, в этом важна функция сна, как метафоры познания объектов. я в свое время писала о том, как можно работать с индийскими примерами. Что индийские примеры есть просто как бы иллюстрации, а есть примеры, которые являются моделью. Моделью. Которая что-то моделирует. и на этом модель показывает, как, что функционирует. Вот. Я их называла модели-репрезентатора. Так вот, модели-репрезентаторы, они важны тем, что на них можно показать разворачивание определенной функции. вот когда мы там встречаем метафору лампы, то метафору лампы можно толковать по-разному, да, что она освещает объект, потом она освещает самую себя, и дальше можно это обсуждать. Вот это уже будет пример репрезентатора. Что касается вот этой метафоры сна, то здесь вот этим моделируемым, вот самым что называется сущностью, ради которой употребляется эта метафора, является как раз восприятие несуществующих объектов, и не более того. И вот именно это является элементом галлюцинации, а не скажем, иллюзии. То есть увидеть рогатого зайца это все-таки галлюцинация? Увидеть рогатого зайца, ну таких рогатых зайцев это как бы это область несуществующего, равно как сын беременной женщины, это вообще целый набор вот этих собственно несуществующих объектов. Но это не несуществующие объекты в смысле антологическом, а в смысле логическом, противоречивые по самой своей структуре. И последний вопрос, это страшно огромная тема, вкратце, в дискуссии в Асубангу вместе с реалистами, так сказать, как это говорит, родинами, которые утверждают антологический статус объектов, то есть его отрицание антологического статуса объектов. Я не очень... Его отрицание не антологического статуса объектов, он не говорит, что объекты не существуют, он говорит, объекты недоказуемы. И показывает, что их невозможно доказать. Да, вот эти вот аргументы по поводу того, что их невозможно доказать, мне просто так, на первый взгляд показались они недостаточно убедительными. Вот хотела просто узнать, как вам кажется. Вы же читали внимательно. Это не первое впечатление слушателя. Насколько это действительно аргументированное? Абсолютно аргументированное с точки зрения учения этих школ. Потому что речь всегда идёт, когда вы читаете какую-то полемику, речь идёт о двух вещах. Доказать самопротиворечивость с точки зрения оппонента. Да? И доказать, это уже как бы второе, но не всегда реализованная возможность доказать, поставить на это место что-то правильное. Но в Ассубанку в основном ограничивается доказательством вот вам в этих самых ну, в этих карьерах, где он опровергает доказательство существования объекта. Он ограничивается доказательством противоречивости доказательств реалистов. С их точки зрения собственной. Угу. Угу. Всё равно это... Ой, ладно. Всё. Большое спасибо вам за доклад. Тут можно обсуждать три дня и три года эту тему, конечно. Это очень интересно. Спасибо. Большое спасибо. Очень приятно тебя видеть, наконец. Мне тоже. Слушай, насчёт сознания как развлечение. Ассанжня тогда что у нас? Ассанжня — это синтетическое. Это сознание как связывание. Сознание как связывание. То есть тоже как сознание, да? Ну да. Да. И теперь такой вопрос вот насчёт не существует и существует. Не существует как нечто или вообще не существует? То есть, например, мы смотрим на змею, видим в ней верёвку. То есть не существует верёвка, существует змея. Или не существует ни верёвки, ни змеи на самом деле. А существует что-то ещё, например. Угу. Угу. Ну, если с буддистской точки зрения, то ты знаешь, не существует, значит, не функционирует. А что значит не функционирует? Не выполняет своей функции, потому что у каждой драмы есть определённая функция. Вот. И мгновенное чередование драм, это когда это выполнение каждой, реализация каждой из драм своей функции. Вот. Я уже обращаюсь к более позднему этапу развития. То есть ты считаешь, галлюцинация это нет харма? Нет. А как же тогда быть, если галлюцинация вызывает... Подожди, подожди. В каком смысле галлюцинация ненарма? Ну вот как ты приводила пример с полюцией, например. Угу. Это галлюцинация или не галлюцинация? А что? Ну вот прекрасному, прекрасной половине человечества что-то такое снится. Угу. И значит происходит то, что ему снится, производит какое-то действие. Да, да, да. И вот это доказывает только то, что то, что производит действие, находится внутри сознания. вот что доказывает это. Дальше я... А где здесь внутри и снаружи? Так как тут вообще можно сказать? Находится внутри сознания. Можно сказать, потому что нет, не было, собственно говоря, так сказать... Да было, было. Не скажи, что было. Инкубы, понимаешь ли, с суккубами. Ну да, я... Всё это, между прочим, также можно проассоциировать с докладом Владимира Кирилловича, когда он говорил о, ну, собственно, о двух вещах. Он говорил, что должна быть кавузальная функция, то есть должно... Это что-то должно вызывать как следствие какой-то образ. И должна быть функция репрезентативная, то есть порождать образ. И вот, собственно, это отвечает двум критериям объекта познания у Дигнаги. Он именно таким образом и понимает познание. Вот. Но это всё реально существует в сознании. То есть вот к чему, насколько я понимаю, вёл Вадима Кирилловича, он вёл к тому, что персонажи художественных произведений, они реальны в абсолютном смысле слова. И даже, может быть, более реальны, чем какие-то их... Ну, он говорил о прототипах, но более реальны, чем реальные живые люди. Вот, потому что они обладают этой функцией каузативной, то есть порождать определённые состояния, и они обладают способностью порождать образ. Вот, то же самое можно применить и к вот трактовке Васубанку, потому что вот эти трактаты Виншика Васубанку и Аламбана Парикша Дигнаги очень и очень близки к своему содержанию. Ещё один вопрос насчёт Аятан. Ты сказала, что внешних Аятан нет. Это как? Это не я сказала, это сказал Будда. Это с точки зрения Васубанку это сказал Будда, когда собственно он учил о бессамостности Дхарм. А что это значит? Как это понять, по-твоему? Бессамостность Дхарм? Нет, не бессамостность Дхарм, а именно отсутствие Аятан. Отсутствие Аятан как внешних, но их реальное существование как внутреннее сознание, как Аламбан, внутри сознания. Спасибо, Виктория Горгиевна. Шива-Санту-Ша-Sанту-Shtha Саргадир-Хе-Turishwara Саргадир-Хе-Turishwara Шива-Санту-Ша-Санту-Ша-Sанту-Shtha Саргадир-Хе-Turishwara 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 Субтитры создавал DimaTorzok